привет друзья американские производители чипов в том числе qualcomm intel призвали правительство сша ослабить санкции в отношении huawei китайцы ну скорее всего начнут давить на американский бизнес у себя там в китае этот самый бизнес будет лоббировать в сенате поправки какие-нибудь и дело может разрешиться и без кровопусканий а вы все пишите что мы не понимаем о чем говорим пока все идет именно по описанному нами сценарию ладно перейдем к теме сегодняшней в прошлом году хуанг пытался убедить нас что спрос со стороны майнеров обеспечивает лишь малую часть продаж для nvidia и быть может специализированных версий видеокарт для майнеров продавалась действительно не то чтобы слишком много но когда рынок криптовалют серьезно просел просели и продажи у nvidia причем продажи обычных потребительских видеокарт надо же оказалось что майнеры не перестали покупать видеокарты потребительские после выхода видеокарт в майнерских версиях ведь перепродать потом сложнее ну или по каким то еще причинам да и кто сказал что если сама nvidia посчитала что вот эти вот видеокарта они для профессионала вот эти вот видеокарты они для геймеров а эти для майнеров значит и сами пользователи согласятся с той же классификации умный пользователь не спешит переплачивать за про версию видеокарты если она не дает ему практических преимуществ и это как раз очень неплохо для нас для тех кто работает с видео с графикой ведь мы можем работать на обычных geforce их и рейде он не переплачивая за всякие квадры и fire pro но сейчас все обсуждают geforce супер и кажется уже ни у кого не осталось сомнений что это будут новые видеокарты больше всего лично я жду какой-нибудь артеx 2080 супер супер джет стрим два слова супер в названии одно от nvidia другое от названия линейки полит успех гарантирован но nvidia делать нечего надо постоянно хайпать надо создавать инфоповоды ведь амд за последние годы стали настоящими мастерами маркетинга рекламы и искусство презентации контролируемые утечки мелочи поданные с помпой делают свое дело и в таких условиях расслабляться зеленым нельзя отсюда вероятные карты артеx когда как раньше были gtx и 16 серии видеокарт после выхода 20 и супер джи форса но это с одной стороны а с другой надо укреплять еще и свои позиции на серверном рынке и вот nvidia объявляет о том что теперь куда приходит на arm заголовок можно понять неправильно дескать теперь куда вычисления можно проводить не только на видеокартах nvidia но и на центральных процессорах с архитектурой arm но это не так просто теперь серверы с видеокартами nvidia и центральными процессорами arm получает доступ ко всему пакету программного обеспечения от nvidia для работы с высокопроизводительными вычислениями и искусственным интеллектом который ранее был доступен и на x86 и на архитектуре power и справедливости ради на arm только на тех arm которые производила сама nvidia процессор от игра существует давно и отнюдь не нулевым был шанс выхода первых айфонов именно на базе процессоров тегра если бы nvidia и apple тогда договорились сейчас же процессор тегра установлены в игровой консоли nintendo switch и в собственных shield от nvidia но главные продукты для nvidia это автомобильные компьютеры и компьютеры для интернета вещей айоти кстати больше года назад nvidia анонсировала новую систему на чипе orin и до сих пор мы не видели продуктов на ее основе актуальные автомобильные компьютеры на базе nvidia используют два гибридных и два графических процессора и от orin мы ожидаем производительности даже более высокой но силами всего двух гибридных процессоров а вот в то что побочным продуктом от работы над orin может стать чип например для обновленной консоли nintendo switch я лично не особо то верю какое там будет графическое ядро тюринг или ампер а в свече ведь максвелл и игры на свеч оптимизировались под максвелл так что возможны сложности совместимостью в случае резкой смены архитектуры и зачем это большой n чтобы улучшить свеч нинтендо вполне будет достаточно попросить nvidia перевыпустить существующий процессор на более тонком техпроцессе по возможности докинув частот и куда ядер дабы консоль могла работать в режиме высокой производительности не только от электропитания сети а еще это аккумулятора не выедая заряд батареи слишком быстро тут же можно будет увеличить и разрешение экрана и диагональ за счет уменьшения рамок рефреш получится вполне в стиле nintendo и обычный switch после его выхода не превратится в тыкву в ситилинке консоль сегодня можно приобрести за сумму около 23 тысяч рублей с одной игрой причем если будете брать то я не рекомендую настраиваться на то что эксклюзива нинтендо вам обязательно все понравится по моим личным впечатлениям зельда большая игра но довольно однообразная xenoblade у меня также не вызвало тех же эмоций что вызывали японский рпг в детстве как-то все скучно и глупо а вот марио одиссея и ёши понравились поначалу но главные хиты тут diablo 3 oblivion и теперь наверное уже ведьмак 3 вы уже знаете и вероятно любите эти игры и switch позволит вам играть у них дороги даже без подключения к интернету в чем не видится ее главное предназначение и даже просто перейдя на сайт ситилинка по ссылкам в описании под видео вы уже поддержите наш канал чтобы мы и дальше могли радовать вас нашими видео кстати я не зря заговорил про подключение к интернету не раз мы натыкались нашей работе что без него невозможно запустить честно приобретенные игры на пк из-за антипиратской паранойи издателей и требования этого самого интернет подключения для банального запуска игры вдруг наступит постапокалипсис интернета не будет и как мы покажем нашим потомкам достижения славного до постапокалиптического игропрома боюсь что выживет только торрент эдишн но и игры из gog кстати можете считать это тизером к нашему следующему видео и на сегодня все пока друзья а